МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Купить елку, подарки, кое-какие продукты к праздничному столу список дел на предстоящие выходные у большинства кировчан наверняка совпадет. И по традиции последние в году выходные самые жаркие. Театралку начали восстанавливать после оттепеля. Получается, даже лучше, чем было, но рабочие категорически не соглашаются общаться с журналистами. Кировчане в уходящем году экономили на туризме, культуре и юристах, а на здоровье, напротив, не смогли сэкономить. Долго запрягали, убеждали, а теперь замораживают. Строительство спорткомплекса в парке у дворца пионеров, по всей видимости, приостанавливается до лучших времен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первогородской продолжает выбирать таланты. Телевизионная премия Айдая подходит к своему завершению. О главных событиях пятницы 25 декабря расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Паникаровских. Здравствуйте. Купить елку, подарки и кое-какие продукты к праздничному столу. Список дел на предстоящие выходные у большинства кировчан наверняка совпадет. И по традиции последние в году выходные самые жаркие. И в магазинах, и на дорогах. Сегодня уже отмечен ажиотаж. Анализатор затора в полдня присваивал центру Кирова красный, а иногда и бордовый цвет. Успеть все и при этом соригинальничать. Задача, как обычно, не из легких. Но у Ольги Шмыриной есть советы. Пятница подходит к концу. Последняя в этом году и последняя перед новогодней ночью. На парковках у торговых центров города уже нет свободного места. Новогодний ажиотаж начинается, и первый бой пристроить авто, как можно ближе ко входу. И наибольшие шансы на победу, как показывает практика, это либо с утра, во время открытия магазина, либо вечером, за час-полтора, до его закрытия. Бой второй за качественные товары. Оборот в торговых центрах возрастает в десятки раз. Товар на полке докладывают каждые несколько минут. В такой гонке уследить за качеством сложнее. Эксперт по закупкам Валерий Пенкин в поставщиках уверен, но на всякий лично проверяет бутылки с алкоголем. При приемке существуют вот такие специальные агрегаты, ультрафиолетовая лампа обычная, и когда к ней подносится марка, то видно, что у нее меняется цвет. Вот в серединке. Проверка ультрафиолетом, потом под лупой, а еще должна быть вот такая выемка на дне бутылки, номер партии, акцизная марка и двумерный штрих-код. И второй, он будет читаться во всех магазинах уже с первого января. В ее выборе, соответственно, обращать внимание на иголки. То есть есть побольше, есть поменьше. Но так как сейчас холодно, они, соответственно, все поменьше. Дома в тепле они уже распушатся. Ну вот примерно как эти, они стоят уже побольше. То есть она станет гораздо шире. Дома ветки опустятся, квартиру заполнит запах хвой. Продавцы на елочных базарах встречаются распростертыми объятиями. Поток покупателей пока невелик, а врал здесь будет выходные. Эти елки из Наринска и Богородска раскупят за считанные часы. Ну сейчас такую погоду, желательно на балкон сначала на пару часов. И потом все ставите в воду или в землю, кто в песок. Основной ингредиент – вода. Выпивать будет до двух литров за ночь. Чем выше, тем больше. Но с покупкой здесь советуют не затягивать. В первую очередь разбирают самые красивые елки. Вот калифорнийские неосыпающиеся уже продали. Этот венок из Вереска не пожелтеет, не осыплется и не засохнет. Ленты, елочные шары и бусины. А больше для создания новогоднего настроения и не нужно. О том, как создать ту самую атмосферу декоратор Анна Утробина знает все. Можно вот такой композицией разнообразить и обеденный стол, и рабочий стол. И на окне будет смотреться чудесно. Она оформляла елку в Кремле, создавала красоту для праздников звезд шоу-бизнеса. Теперь в родном Кирове предлагает горожанам то, что самой близко и то, что несет тепло. Какой Китай, откуда? У нас есть свои чудесные вятские мастера. Рукастые, талантливые, оригинальные, душевные. И все-таки по русскому менталитету ближе не бездушная штамповка заводская, а вот такие ручные, приятные, добрые, теплые вещи. Вот посмотрите, разве не прелесть? Отсчитать 12 ударов под стук оригинальных часов или подарить рога, от которых наверняка все пойдут в восторг. Встречать первые секунды нового года обезьяны нужно нестандартно. Но вот традиционные сладкие подарки в магазинах города, пожалуй, в топе покупательского спроса. Кировские шоколадье хватаются за голову. Пальмовое масло и длительный срок хранения убивают в конфетах всю суть. Чтобы его прочувствовать, съедать натуральный шоколад нужно в первые дни после его приготовления. В эти коробки ассорти различных конфеток и мармелада, которые я сделал буквально два дня назад, что-то сегодня даже, это, ну, во-первых, мармелад на основе натуральных фруктовых пюре, это клубника базилик, это черная смородина лаванда, очень интересный мармелад, который вы вряд ли где-то еще пробовали. Конфеты с пюре маракуйя или имбирь, лимон, мята и настоящий хит двухслойный хрустящий лайм. Такие в обычных сладких подарках не найти. Лишь шоколадье способны придать нужную пикантность вкусу праздника. Шоколад – это уникальный продукт. В зависимости от того, где он произрастает, на какой почве, одно и то же какао-дерево будет давать совершенно разные результаты, разные вкусовые оттенки. Где-то будет больше кислинки, где-то появятся фруктовые нотки, где-то изюмные нотки, где-то земельный такой оттенок. Вкус шоколада с Кубы, Эквадора, Мексики или Венесуэлы можно подарить самым близким. Тогда все дни в следующем году у них станут сладкими и на лица непременно засияет улыбка. Театральную площадь сегодня начали восстанавливать после трехдневной оттепели. Ледяные постройки, сказочные персонажи и снега преобразились, но рабочие после череды публикаций и сюжетов очень осторожно общаются с журналистами. Задача подрядчика в максимально короткие сроки все-таки закончить новогоднее оформление Театральной площади. Зайчика и Лисичку сегодня слепили заново и ближе к вечеру начали раскрашивать. Меньше всех пострадал Снегурочка, а вот Деду Морозу пришлось заново лепить руку и нижнюю часть головы из-за того, что вместо рта вытаил деревянный каркас. Накануне его даже сравнили с главным персонажем фильма «Хищник». Напомним, дополнительные средства из городского бюджета на восстановление новогодних объектов в городской администрации не выделяются. С подрядчиком обговаривался такой форс-мажор, как погода, и начальник управления благоустройства города Вячеслав Симаков еще на прошлой неделе рассказал, что котти пили рабочие были готовы, и именно поэтому не торопились с раскраской Деда Мороза, Снегурочки, Зайчика и Лисички. Кировщане в уходящем году экономили на туризме, культуре и юристах, а на здоровье, напротив, не смогли сэкономить. Подробности в нашей традиционной рубрике короткой строкой. На следующей неделе в Кирове откроют сразу три детских сада. Новые садики в Коминтерне и в Ганино построили в 2015 году. Еще один детсад на улице Большего вернется к работе после масштабной реконструкции. Кировчане смогут улететь в Санкт-Петербург на Боингах. Прямые регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Киров и обратно будет выполнять авиакомпания «Победа». Первый рейд запланирован на 26 декабря. По данным Кировстата в этом году жители экономили на ветеринарах, юристах, транспорте, коммунальных услугах и сфере культуры. Рекордно упал спрос и на туризм в первую очередь из-за запрета на перелеты в Турцию. Объем туристических услуг снизился на 42,5%. Напротив, увеличение трат Кировстат разглядела на связь медицину и спорт. 50 предприятий торговли и общественного питания Кирова приняли участие в конкурсе новогоднего оформления. Самые красивые витрины будут отмечены грамотами. Итоги администрация города Кирова подведет в понедельник 28 декабря. Первый городской канал приглашает провести пятничный вечер вместе с любимыми ведущими. Сегодня телезрители вновь ждут розыгрыш призов и подарков в прямом эфире. Для этого нужно первыми дозвониться и правильно ответить на вопросы. Смотрите пятничный интерактив в 9 часов вечера на Первом городском канале. Впереди вас ждет короткая реклама она пройдет быстро не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Долго запрягали убеждали а теперь замораживают строительство спорткомплекса в парке Дворца Пионеров по всей видимости приостанавливается до лучших времен. Новогодние выходные на Первом городском не пропусти премьеры новых комедийных фильмов. Первый городской продолжает выбирать таланты и телевизионная премия Айдая подходит к своему завершению. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Сегодня в интернете появилась информация что строительство спорткомплекса в парке у Дворца Пионеров заморожены инвестора в очередной раз ссылается на проблемы с деньгами. Паблик Строем Киров ссылаясь на источник в правительстве сообщил, что стройка приостановлена как минимум до весны. Причина финансовой трудности застройщика компании Терраспорт. Отметим работы на этом объекте приостанавливаются уже не в первый раз. Прошлой зимой строительство фактически не велось. Хотя получив разрешение еще в 2013 застройщик обещал возвести спорткомплекс с бассейном всего за один год. На данный же момент собран лишь каркас здания. Напомним, решение построить на территории парка спорткомплекс вызвало широкий общественный резонанс. Многие кировчане высказались против застройки парка, собирали подписи в защиту зеленой зоны, проводили пикеты и даже отправили видеопослание президенту. Да и выбор инвестора вызвал тогда много вопросов. Общественники прогнозировали финансовые трудности у Терраспорта и, видимо, были правы. В эфире Первого городского уже Новый год. В эти выходные вас ждут полюбившиеся фильмы о самом любимом празднике в мире. Создавать новогоднее настроение можно начинать с субботы до вечера воскресенья. Телефон я вам дарю тариф вашей мечты. Долгожданная новогодняя сказка «Тариф новогодний» это удивительная история любви и дружбы. Действия разворачиваются в Москве только в разные годы. Он живет в 2008-м, а она в 2007-м. И только телефон единственный способ поддерживать связь. В картине собрались известные актеры, например, Дмитрий Дюжев, Борис Корчевников, Валерия Ланская. Все началось с рождественского желания, которое исполнилось через 20 лет. На крыше машины. Еще одна картина каникулы Санта-Клауса. Это история журналиста Питера, которому повезло познакомиться с новогодним волшебником. Точнее, Санта-Клаус свалился на него прямо с неба. Он случайно выпал из своих волшебных саней, упал на капот машины и потерял память. Смешная комедия поднимет вам настроение. Главное, не забудьте включить телевизор в эти выходные. Первый городской продолжает выбирать таланты. Телевизионная премия Айдая подходит к своему завершению. В понедельник, 28 декабря, зрители узнают имена победителей. 11 номинаций, несколько тысяч проголосовавших за каждую из них. Две недели наши зрители отдавали свои симпатии самым ярким событиям и людям этого года. Все подробности у Юлии Косолаповой. Следить за ходом голосования ему совсем некогда. Каждый день тренировки и любимые ученики. Они, кстати, и рассказали педагогу о конкурсе. Преподаватель физкультуры Евгений Голиков впервые в своей жизни поборется за звание лучшего тренера года в премии Айдая. Всю жизнь учитель занимается спортом. Начал в родном поселке, сейчас работает в 28-й школе. Моя жена без моего спроса и совершенно без моего ведома решила номинировать меня на две категории. Это, ну, как вы видите, да, это борода и, соответственно, это же тренерская деятельность. После чего в бороде себя я не нашел. За Евгения Голикова переживает вся школа. Вместе с ним за номинацию «Самый яркий тренер года» сражаются еще четыре представителя индустрии красоты и спорта. Пока что лидирует новоселова Анастасия, но делать окончательные выводы еще рано. За ходом голосования внимательно следят и участники коллектива «Альтанго». Для них это уже не первая премия. В прошлом году коллектив уже становился обладателем статуэтки. В этом году они вновь в списке номинантов, как самый яркий музыкальный коллектив. Правда, появились соперники коллектив «Роднополисы», который сегодня пока что на первом месте. Это неудача, если мы займем второе место, но это тоже прекрасно. Ничего страшного. Вот, хотя, на самом деле, этот год был значительно активнее в плане каких-то новых проектов и новых программ, каких-то концертных выступлений серьезных. Он был значительно активнее, чем прошлый. В 11 номинациях представлены самые яркие люди, громкие скандалы, звонкие голоса, добрые дела и другие события уходящего года. Кто из участников получит заветную статуэтку «Интрига»? В этом году подарки будут необычными. В этом году победитель в каждой номинации нашей премии «Айдая» получит вот такие настоящие тарелки. Это пока макет, но они сейчас как раз готовятся и уже в понедельник будут у нас в руках. Выполнены в стиле дымковской игрушки, потому что мы выбираем людей, события именно нашего города, именно в нашем городе. Поэтому и выполнены в таком дизайне. Стоит отметить, что первая городская телевизионная премия «Айдая» проходит уже в третий раз. В прошлом году свои статуэтки получили 16 человек. В этом году номинации стало немного меньше, но добавились новые. Например, можно проголосовать за самое красивое место городе или выбрать самое сомнительное достижение. Подводить итоги будут уже в следующий понедельник, 28 декабря, в прямом эфире первого городского телеканала. Поэтому у вас есть еще целых три дня, чтобы повлиять на ход голосования. Для этого заходите в официальную группу первого городского телеканала ВКонтакте. Юлия Косолапова, Сергей Самойленко, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноз погоды на выходные с ним воспознакомит Алена Матвеева. С этого дня наблюдали за погодой в течение 12 суток, считая, что каждый день покажут погоду на один из месяцев следующего года. 26 декабря соответствует январю, 27 февралю, 28 марту и так до Рождества. Если ветер дует с юга-запада, погода будет ясной, а сороки садятся на снег к потеплению. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 26 декабря в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем минус 10, ночью минус 9 градусов. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Удачных вам выходных! Такой была эта пятница, 25 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. С вами был Артем Панекаровский. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok